Байден продолжает радовать американцев странными оговорками. Недавно он закончил речь словами «Боже, храни королеву», а теперь Байден вовсе перепутал Украину с Ираком, причем уже не в первый раз. И заявил, что Россия якобы проигрывает войне в Ираке. На пик карьеры Байдена пришлись бесконечные вторжения в Ирак, поэтому сейчас у него в состоянии деменции любая война ассоциируется именно с Ираком. Да действительно, оговорка по Фрейду, ведь Байден активно помогал Бушу протащить в Сенате решение о вторжении в Ирак. Сама же иракская авантюра спустя 20 лет закончилась для США полным фиаско. На вторжение в Ирак были потрачены 2 триллиона долларов. 4,5 тысячи американских солдат погибли. При этом никакой вестернизации Ирака у США не получилось. Ирак постепенно дрейфует в сторону Ирана. Там до сих пор остаются 2,5 тысячи солдат США, но уже в статусе инструкторов. Пентагон наотрез отказывается их выводить, опасаясь, что без американского военного присутствия Ирак окончательно превратится в союзника Ирана. А позиции Тегерана еще сильнее укрепятся, а на фоне и так, имеющего место сближения с монархиями залива. В то время как позиции США на Ближнем Востоке за 20 лет только ослабли. Неудивительно, что 62% американцев нынче считают вторжение в Ирак ошибочным. Рано или поздно США вынуждены придется выводить войска из Ирака и Сирии ради противостояния с Китаем в Индопасифике. Пока же американцам лишь остается внимать словам Байнина, который в своей инсказательной форме признал вторжение США на Ближнем Востоке.